я советский человек да я привык что мы пишем для себя правил у советских собственная гордость на буржуев смотрим с высоко это принципиальные вещи хазин михаил леонидович родился 5 мая 1962 года в москве 1984 году окончил мехмат мгу 1984 по 88 год работал в системе академии наук ссср 1993 по 94 годы в рабочем центре экономических реформ при правительстве российской федерации 97 по июнь 98 в экономическом управлении президента российской федерации действительный государственный советник третьего класса в отставке постоянный член изборского клуба член высшего совета международного евразийского движения здравствуйте михаил леонидович спасибо что пришли к нам в передачу хотелось бы о многом вас спросить но начну наверно с кризиса с вашей любимой темы одно я затронул такую тонкую структуру вот есть кризис общемировое есть российский кризис это одно и то же либо у нас своя история здравствуйте это хороший вопрос дело то что у нас конечно же есть и мировой кризис никуда не деться он потому мировой что он затрагивает всех по-разному некоторые ухитряются на нем наживаться но от этого он все равно не перестает быть кризисом а у нас есть еще и свои собственные заморочки например там дефолт 98 года был абсолютно рукотворная операция в чистом виде была операция прикрытия некоторых коррупционных схем а в нынешней ситуации опять-таки теоретически мы можем в общем на фоне общего кризиса довольно успешно развиваться теоретически еще лет наверное 15 как минимум а может быть и больше примерно в рамках тоже схемы какое-то дело ссср во время какой период великой депрессии но проблема состоит в том что для этого нужно принципиально отказаться от идеи что мы вторичны по отношению к западу вот специфика ссср состояла в том что ссср знал четко что есть вот наша позиция и у нас есть вот она самостоятельно есть позиция запада который где-то там пришедшие в девяносто первом года люди они принципиально отказываются от своей позиции нет вот есть позиция запада а мы в рамках этой позиции должны жить иногда это приводит к совершенно удивительным результатам ну например устойчивость мировой финансовой системы доллара определяется эмиссии без печатания денег эта система устойчиво быть не может связано это с историей ее появление современная международная финансовая система транснациональные корпорации банковские страховые прочее они появились как институт вот все будут смеяться в 1944 году скажем соединенных штатах америки помню до 70-х годов действовал законодательство по которому банки вначале не имели права вообще открывать филиал одно было отделение банка а потом было разрешено открыть один филиал ситуация при котором в каждом доме там у вас сидит там банк она новейшая ей от силу то 30 лет и меняться она стала 1944 году когда в результате бреттон-вудских соглашений начали расширять сферу использование доллара и стали нужны институты которые обеспечивают вот это движение доллара и появились вот эти вот транснациональные банки а разумеется с базы в США потому что доллар они двигали те банки которые создавались на основе фунта стерлингов их несколько это британские банки из них наиболее известный и самый сильный это HSBC я напомню что HSBC это Шанхай Гонконг буквы да Шанхайская Гонконгская банковская корпорация это банк созданный под опиумной войны специализация по торговлю наркотикам чаем официально чаем наверное нет чаем это операция прикрытия чайные клиперы прибыль получали на торговлю опиума они туда опиум обратно чай да но еще раз повторяю что ключевая задача прибыль получали на опиум но тогда он был легальным товаром в китае нет собственно опиумные войны в китае связаны с тем что англичане французы и там еще кто-то из европейцев и по-моему американцы даже они силы оружия заставили китай отменить закон на использование наркотиков и на чайном монополио вот ну главное еще раз повторяю еще раз повторяю главная задача была заставить китайцев кстати самое выдающееся достижение Мао Цзэдуна о котором у нас вообще не задумываются почему в частности он является столь культовой фигурой в китае что он сумел побороть наркоманию в стране где наркоманов была треть населения и наркомания это была результатом деятельности того что мы сегодня называем Евросоюз но это к вопросу о европейских ценностях и т.д. почему когда я слышу про цивилизованные страны меня трясти начинает можно говорить про грехи запада востока и на ценностях имеется ввиду движение от чего-то к чему-то как сказали рабство придумал не запад но запад его отменил вот у них такой девиз а кто сказал что рабство придумал не запад и кто сказал что рабство было повсеместно ну в некотором смысле да хотя и не будем сейчас да опять таки что значит запада есть континентальная традиция есть традиция англосаксонская они разные сильно разные да и законодательство разное и это очень хорошо видно например на примере америки потому что там где были католики там индейцы остались а там где были англосаксы индейцев не осталось ну ладно это не осталось да вот как ну как социально-культурные миллион миллион индейцев есть ну есть да и да есть какие-то территории да но они из себя не представляют никакого самостоятельного явления какого-то да это если угодно там ряженый в цирке но в некотором смысле да они никак не влияют на жизнь а в латинской америке они всюду ну там и численность была там индейские государства были я прошу прощения индейские государства были но государства как раз рухнули я напомню что когда кортес брал эти ночи тетлан империю ацтеков то у него было с собой по моему четыреста человек на пятьсот ну да а у ацтеков были армии в десятки тысяч человек и уж разумеется они бы этого кортеса бы истребили бы с легкостью даже несмотря на то что у него там какое-то оружие было которого у них не было я напоминаю что это все-таки был по причине 16 века видите как они эти ружья заряжали на по полчаса но проблема в другом проблема в том что вместе с кортесом двигалась не чуть не меньше армии индейцев которые хотела этих ацтеков истребить то есть на самом деле он просто возглавил некоторое сопротивление теперь я сразу раскололась и пошло поехало да 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 вот и я напоминаю что кортес был испанец и соответственно все эти индейцы никуда не делись они вот как там жили так и живут до сих пор вот я был тут некоторое время тому назад значит в мексике и вполне себе видел там индейцев майя которые там вполне себе живут кстати империя майя распалась до появления испанца кстати знаете как на языке индейцев майя как дела нет башка болит видимо был был культурный обмен какой-то может быть но во всяком случае это очень смешно потому что когда мы там были то некоторые считали еще выучили там до 20 выражений и это очень смешно было смотреть когда ты подходишь на базарчике на место там цены естественно турист тоже пришли подходишь башка болит цена падает ну и дальше по мере использования других слов падает 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 я на самом деле это все это важно почему потому что кризис во многом усугублен тем что он создал монополии но это мы потом скажем значит модель финансовая она построена на расширении зоны доллара сейчас можно вопрос попутный имеется ввиду что это расширение должно происходить постоянно и сжатие не предполагается да да вот модель эти институты они живут на том что им постоянно предлагают гарантированно все больше и больший поток долларов который они утилизируют свою прибыль они его легализуют в экономике пока у вас расширялась сфера проблем не было да это с эмиссионной да не было проблем и продолжалось это до семидесятых годов в семидесятые годы они захватили все весь тот кусок мира который у них был и начался кризис так называемый кризис 70-х годов сразу после этого эмиссию нужно было продолжать иначе эта система не работает ну или скажем так нужно было останавливать нельзя было останавливать а почему нельзя останавливать рухнут финансовые институты они с точки зрения экономики убыточны им нужен вот этот эмиссионный доход и плюс к этому надо было финансировать все-таки ссср-то был великий ужасный нужно было финансировать гонку вооружение в результате они эмиссию продолжили и начались семидесятые годы 15 августа 71 года никсон появился в телевизоре ричард никсон президент соединенных шанс америки появился в телевизоре искал что мы вынуждены временно отменить золотой стандарт и после этого начались 70-е годы с их высокой инфляции так а там же деголь еще вроде как поучаствовал и это другое дело деголь это частично легенда страшилка у деголя были свои соображения деголь был еще политиком до военной школы когда вы он считал что страны европы равны соединенным что штатам америки вещь который сегодняшним евросоюзовским деятелям в голову такая мысль прийти не может кстати это очень евросоюз же в целом примерно сопоставим это очень хорошо это неважно совершенно у них такой мысли они точно знают что солнце встает в уши на в этом смысле у нас те люди которые получили образование еще советское они очень резко контрастируют с молодежью российской потому что российская молодежь искренне не понимает вот я много их видел выпускников там высшей школы экономики рэши и прочее которые смотрят на меня когда иногда с ума сошли что вы себе позволяете как вообще можете критиковать их их это ну этих девушек то они пишут правила они для себя решили что так надо мы не можем знать какие у них глубокие соображения или еще чего-то это нам недоступно мы должны оптимальным образом адаптироваться под те правила которые они пишут не но этого вообще по моему характерно для россиян адаптироваться под я советский я советский человек да я привык что мы пишем для себя правил мы пишем для себя правила кому не нравится ну значит у советских собственная гордость на буржуев смотрим с высоко это принципиальная вещь потом соответственно они придумали механизм как можно устроить эмиссию без инфляции механизм этот создание виртуальных активов значит они начали с того восемьдесят первый год регономика что начали за счет эмиссии стимулировать частный спрос виртуальные активы это долги начался рост не просто кредитование кредитовали и раньше отменили принцип возврата частного долга ну то есть частный долг вместо вас концепции возврата ему позволили расти не гарантично да совершенно верно в результате спрос вырос американская экономика пошла вверх а ссср упал а это причина или следствие то есть может быть просто экономические институты и финансовые развелись до такой степени что эта возврата стала гарантироваться вот и и нарастили лет это было целью это была цель направленная операция изменили оценки рисков в концепции сняли регулирование и т.д. и т.п. так а в 2008 году это собственно и в 2000 году это и рухнуло да на самом деле это рухнуло сначала в 2000 году потом это рухнуло был знаменитый кризис доткомов потом было в 2008 году вот эти пузыри они же постоянно возникают лопаются ну цикл разный масштаб но я могу сказать с 2008 года экономический рост на западе прекратился все что было с тех пор это условно можно назвать фальсификации статистики тем не менее пузыри же лопнули в 2008 году экономика оздоровилась нет но смотрите у вас как был долг домохозяйств ну хорошо он чуть уменьшился было 130 с лишним процентов потребительский долг от годового дохода среднего домохозяйства а стал 120 конечно улучшение но не сильная но главное в другом средняя заработная плата в соединенных штатах америки в евросоюзе ситуация хуже находятся по покупательной способности на уровне 1958 года и это все держится только на на эмиссии а плюс к этому есть одна маленькая тонкость которая очень важная опять-таки которую нужно понимать сорок четвертом году когда были бриттенбургские соглашения были приняты были созданы международные институты мвф мировой банк в т.о. в т.о. появилась сорок четвертом году она называлась гатта-то но это не важно это название а вот валюта мировая и ее регулятор остался на национальном уровне в одиннадцатом году была предпринята попытка финансистами они уже понимали что эмиссию остановят рано или поздно потому что она вызывает инфляцию будет сейчас вызывать инфляцию если насытился рынок то куда дальше печатать совершенно верно но институты то жить не могут поэтому те кто являются их бенефициарами этих институтов это десятки если не сотни тысяч людей которые контролируют все мировые финансы и подавляющую часть мировой экономики почему потому что 2007 году вся прибыль в экономике которые перераспределяли в свою пользу финансовые институты она достигла 70 процентов посреднический институт по сути перераспределяет свою пользу 70 процентов прибыли образующиеся во всей экономике при том что до второй мировой войны было 5 процентов это нормально а потом она как бы росла-росла-росла добралась до 70 сейчас упала сейчас где-то 35 но все равно это запредельно много так вот нужна эмиссия вот этим институтам если эмиссии не будет они умрут не ну мало ли кому нужна эмиссия то есть я тоже хотел бы чтобы мне на 50 долларов и дали для начала они что они сделали для начала для начала они пытались вытащить из под юрисдикции сша эмиссионный центр это был проект так называемый центр банка центробанков завершился он в июне по моему 11 года делом струскана то есть тема которая была одобрена же 8 же 20 еще чего-то был арестован струскан сфальсифицировано его дело и после этого тема центробанка центробанка в один день не исчезла и всех документов в живота вообще просто пустота нету такой темы вторая попытка финансистов взять под контроль это была попытка протащить ларисаммерс на пост руководителя фрс тоже не получилось то есть это попытки не институты вывести а людей поставить сначала была попытка институциональная вытащить институт из под контроля сша не вышло потом поставить своего человека тоже не вышло потом обама выиграв выборы двенадцатого года и в январе перетряхнув свою администрацию выгнал представителей финансистов из нее впервые за несколько десятилетий представители голдман сакс и джипи морган не было в его окружении до этого именно они определяли финансы экономическую политику но с точки зрения сша это наверное нормально правильно то есть если люди привели к кризису то их надо выгнать теоретически да практически у финансистов другое мнение ну значит следующий этап произошел раскол уже американской элиты на тех кто считает что надо любой ценой спасать мировую финансовую систему и логика у них при этом очень простая мы американцы мы американцы круче всех мы должны навязать всем свои ценности то есть они хотят быть центром мировой империи да 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 инструмент навязывания это финансовый контроль поэтому мы должны сохранить любой ценой мировую финансовую систему это финансисты они разве говорят об этом слух это Хилла Клинтон если она это скажет слух она же не станет президентом ну она они это говорят слух но только аккуратно но смысл именно вот это мы великая нация мы должны это вот альтернативная позиция это значит новые изоляционисты у которых другая позиция они говорят что нужно спасать свою экономику даже ценой мировой финансовой системы и Соединенные Штаты Америки не имеют права сегодня жертвовать своей экономикой ради там контроля над всякими дикарями и это Трамп и вот идет война ну Трамп понятно это представители этих сил а не лидер в смысле идеологически он политическая фигура которая от этого направления двигается вот и если это так то собственно вот если мы посмотрим на Обаму и Керри то Обама и Керри Хиллари Клинтон напомню была уволена как раз Обама из поста госсекретаря в тринадцатом году на ее место пришел Керри у которого другая позиция он говорит что мы должны не контролировать мир через финансовый институт а искать региональных союзников с ними договариваться об общих принципах а дальше у них есть подконтрольные территории пускай они там наводят в порядок если вы посмотрите например на на Ближнем Востоке там эта разница в позициях просто видна невооруженным глазом кто такая Клинтон ее уже в этом открыто объявляют это поддержка Саудовской Аравии это поддержка Израиля это поддержка ИГИЛ а кого поддерживает Керри Иран почему потому что Иран это самодостаточная страна в отличие от Саудовской Аравии и Израиля и по этой причине как бы с Ираном можно договориться и дальше ему сказать вот ты тут наводи порядок тебе не нравится ИГИЛ истребляй он нам не нужен но это все равно система вассальная то есть Иран должен признать вассалитет нет это система партнерства может быть Иран выступает как партнер младший но именно как партнер но собственно он 35 лет он сидел под санкциями должен стать партнером то что вы говорите это раздел мира на сферы влияния или все таки раздел контроля в рамках одной системы это раздел мира на сферы влияния в рамках понимания лидерами что должна быть очень хорошая система согласования и что на сегодня самый сильный из этих если угодно первый среди равных это Соединенные Штаты Америки вот и в этой ситуации обращаю ваше внимание именно в рамках этой модели Трамп говорит мы должны восстановить отношения с Россией потому что Россия естественный региональный лидер нам не нужны все эти глупости мы резко сократим финансирование НАТО ну и так далее нам не с кем там воевать с кем мы там воеваем с Россией мы воевать не собираемся насколько я понимаю позицию запада условно говоря проблема в том что нарушены принципы той системы которую они хотят строить санкции единого запада у Трампа логика железная старая модель рухнула понимаете чем дело санкции эта штука сложная дело в том что ну во первых давайте смотреть да мы понимаем да что вообще говоря государственный переворот частности на Украине да он как бы фактически предоставляет возможность тем кто с ним не согласен проявлять самостоятельность Крым проявил самостоятельность Донбасс проявил самостоятельность да мы их поддерживаем но они проявили самостоятельность это первое второе они со своей политикой провалились и политика это как раз вот финансистов и нужно оттуда уходить тут также как они ушли из Вьетнама они поняли что это была ошибка значит вот это была ошибка но есть проблема они понимают что нельзя оставлять хаос тем более в стране в которой есть ну там атомного оружия нету но атомные станции то есть надо уходить оттуда и кто-то должен обеспечивать порядок вот с точки зрения Трампа это должна быть Россия то есть России нужно договориться чтобы она взяла на себя ответственность за порядок потому что Германия отказывается нести ответственность более того я сильно подозреваю что Германия откажется за то и нести ответственность за состояние дел в Восточной Европе и тогда будет абсолютно точная копия этой схемы с нами у нас будут региональные партнеры например Венгрия о чем говорит премьер-министр Орбана будут страны которые будут орать что Россия это агрессор оккупант вредители т.д. и т.п. и там будет хаос нарастать нарастать и нарастать я могу сказать им что будет дальше Венгрия в какой-то момент скажет мы не можем допустить чтобы наши граждане в Трансильвании наши потому что они первое граждане Венгрии второе потому что они этнические Венгрии подвергались опасностям поэтому мы там сейчас проведем референдум и присоединим эту исторически венгерскую территорию к Венгрии а Россия при этом скажет Румынии которая будет орать что это противоречит демократическим принципам вам дали какое-то количество времени чтобы навести порядок вы этого сделать не смогли пишите на себя заявление но это же ящик пандоры откроется сразу нет нет а я объясню я скажет ящик пандоры а на Балканах будет война а ящик пандоры это в тот момент когда вы говорите надо соблюдать правила какое-то время заставляете соблюдать это правило силой у бомбежка Югославии кстати Трамп попросил прощения у сербов что тоже очень показательно Сербия на Балканах играла роль такого регионального лидера обеспечивала мир да они там кое-кого там обидели но в целом обеспечила мир как только ей запретили это делать начался хаос сегодня в качестве защиты от хаоса пришло НАТО но если НАТО уйдет хаос возобновится вот это надо понимать хаос возобновится а для того чтобы выйти из хаоса чтобы выйти из хаоса нам нужны какие-то правила мы говорим старые правила не работают а какие новые правила мы предлагаем а новые правила будут вот именно в рамках вот такой вот ситуации мы раздела мира на сферу влияния конечно приходят подождите у нас был раздел мира на сферу влияния 19 веке кончилось это мясорубкой мировой войны мясорубка это все закончилось по другой причине вы поймите вопрос о сохранении монополии США уже не стоит у них нет на это экономического ресурса это невозможно придумайте другую альтернативу кроме сферы влияния если правила это не монополия то есть если какие-то правила есть их может поддерживать один центр может поддерживать два может поддерживать 10 центров но если эти правила есть в рамках них можно как-то с хаосом бороться когда правил нет хаос неизбежен смотрите как это происходило в двадцатом веке есть два центра силы и любой стране объяснялось есть два варианта вариант первый ты присоединяешься либо туда либо сюда это один вариант за это ты получаешь от того кому присоединился пироги и пышки вариант третий ты являешься как бы независимым то есть балансируешь но в этом случае ты должен соблюдать некие правила то есть ты не должен лезть туда не должен делать то ты не должен допускать у себя на территории там кровавых вакханалий и т.д. и т.п. я обращу внимание что в этом баланс между СССР и США тоже были некоторые правила у нас шла холодная война и горячие местами но она шла как в рамках того кто возглавит ту или иную страну Хашимин или еще раз повторяем если речь идет но мы же не захватывали эти страны не захватывали еще раз говорю каждая страна для себя принимала решения если она в состоянии была балансировать она могла балансировать и в этом смысле события на Украине в части Майдана и т.д. они как раз укладываются в рамки противостояния США и СССР одна сторона своих людей пытается провести другая сторона своих людей пытается провести не совсем так а там ситуация такая Соединенные Штаты Америки попытались протащить своих людей нарушая внутреннюю процедуру потому что процедурно они это сделать не смогли то есть они совершили причем дважды они совершили государственный переворот приведя к власти Ющенко и потом по второму разу совершили государственный переворот чтобы привести к власти нынешний режим это они нарушили правила все остальное следствие ну скажем так режим тоже немало там поспособствовал еще раз повторяю это неважно совершенно нравится не нравится такая понимаете в чем еще раз повторяю есть правила либо вы их соблюдаете либо вы их не соблюдаете то что Янукович был не ангел никто не сомневается то что он был ворюга нынешние воруют куда больше Януковича и почему-то это всех перестало волновать где Майдан спрашивается почему люди не протестуют понимаете то есть думаете что сейчас не протестуют потому что американцы сейчас не протестуют потому что Януковичу запретили стрелять по людям а нынешние будут стрелять не задумываются и более того нынешние убивают тех кто только даже намекает что готов сопротивляться сразу сразу при Януковиче на Украине была демократия что хочешь то и говори а Михаил Ильинич давайте мы к проблемам России потому что мы тут живем нам нужно вот смотрите я просто показываю разницу вот я пока мы говорили про Украину теперь давайте про Россию конституционная задача центрального банка обеспечивать устойчивость национальной валюты что такое устойчивость валюты это термин противоположный термину волатильность то есть иными словами вот когда вот так вот валюта скачет то вот эти вот сумма этих зубцов она должна быть как можно меньше потому что это осложняет экономическую хозяйство это ученые слова которые мы с негодованием отметаем потому что люди их обычно не любят а если даже и знают то не понимают что они на самом деле означают я как человек который окончил кафедру теории вероятностей я могу сказать что например как делать статистическую оценку большая часть даже те кто наукой занимается не знают вот но неважно главная задача минимизировать волатильность или что то же самое максимизировать устойчивость отлично по итогам 2015 года в рейтинге всех валют мира по устойчивости Россия заняла последнее место первое с конца последнее это означает что у нас что-то особенное это значит согласитесь это означает по крайней мере что дело не только в некомпетентности то есть если была бы некомпетентность мы были бы где-нибудь во второй половине но не в самом низу не в самый последний ну как это нет нельзя некомпетентность недооценивать мне кажется нет можно некомпетентность там имеет место но она как бы все равно ну либо у нас какие-то выдающиеся знаете есть такие люди которых близко нельзя подпускать ни к какому инструменту потому что они разрушат все что только можно так вот теперь давайте смотреть а может ли быть какой-то смысл в такой бешеной волатильности в 2014 году федеральная резервная система США под давлением администрации президента американского прекращает эмиссию и для устойчивости долларовых институтов необходимо искать другие источники долларов какие есть источники долларов в мире это либо резервы государств но они находятся в американских облигациях либо же это деньги которые вот как губка накопили другие страны в виде запасов иностранных инвестиций значит мировой финансовой системе долларовой нужно увеличить отток капитала из вот этих вот стран из них одна из наиболее крупных Россия потому что Россия очень долларизированная страна что нужно сделать для того чтобы увеличить отток капитала нужно максимально увеличить волатильность национальной валюты так вот это приводит наоборот мы вкладываем доллары это и есть отток капитала в облигации это и есть отток капитала а кто обслуживает эти облигации те же самые банки им нужно чтобы финансовые потоки долларовые через них возрастались чтобы оборот чтобы был не оборот рублей внутри России а оборот долларов за пределами России именно этой задачи когда мы обмениваем рубли на доллар мы автоматически это предполагает что у нас руковод Центробанка работает на ну то есть ваша теория предполагает что оно прямо работает на США прощение оно даже этого не скрывает оно говорит мы члены МВФ мы подписали устав МВФ у нас по конституции международные соглашения важнее внутреннего законодательства у нас в законах написано что для них инструкция МВФ важнее чем конституция России это в самой конституции написано они об этом не очень говорят вслух чтобы не дразнить гусей но это вещь которая просто однозначно следует причем это следует не только из формальных правил но это следует вот я вам объяснил это следует из их действий они исходят именно из этого что интересы мировой долларовой системы важнее чем интересы России и народа России это следует это следует Продолжение следует...